все запись пошла можем не успела ну ладно в общих скажу да не переживайте расслабьтесь мы вдвоем никто нас не видит так во имя отца и сына святого духа господи благослови нас наш разговор духа святаго нам дай мир вам валентина с миром принимаем приятно снова с вами встретиться пообщаться у вас такая интересная история была и не вы много лет уже знаете игнатия тихоновича я правильно понимаю да и на тихо ночи я знаю 2006 года это 14 лет до 14 лет до 15 год ну вот не могли бы вы рассказать свою историю может быть начать с детства то есть какая у вас семья была верующая неверующая как вот господь и вас вел и привел к вере и вот как вы с игнатиха на чем встретились вот ну как пример другим людям которые тоже может быть не знают как прийти к богу начинает искать себе там оправдания какие-то я не могу то не могу поститься не могу молиться но мы знаем что по вере наши господь все дает и вот что он вам дал и как он вас вел ну во первых меня родители неверующие бабушка ну можно сказать верила в бога но у нее библии не было псалтыри не было молитвы на читала и вот когда я у нее ночевала и слышала что вечером она иконка у нее была молится и слышала наши имена потом как-то я у нее спросила говорю бабушка что вы что за молитву читаете она мне прочитала очень наш на церковно-славянском вот она начинается и же и си на небесе я не поняла да еще у нее она украинка с украинским акцентом еще переспросила говорю бабушка не поняла это нам не до трех раз я говорю о я ничего не поняла и больше я так не к этой молитве и не возвращалась ну а к богу я пришла у меня 1993 году умерла мама через полгода умер отец и и я в общем мама стала каждый день снится снится и во сне меня ругает и вот ругает ругает постоянно потом бабушки я когда приеду ехала говорю бабушка вот мама постоянно ругается снится она говорит найди церковь ходи и ставь свечи ну вот так вот я и можно сказать переступила первый раз мне было 36 лет переступила храм божий ну свечи ставила а на работе поминала как обычно мы поминаем как приснится приду на работу что ой девчата вот мне мама приснилась надо помянуть ну и иногда и через стопочку поминали а потом я стала ходить за что а сругала ну я уже потом поняла за что за грехи потому что вот мне 36 лет было стало вот ходить в церковь и бабушка мне дала хорошее наставление если говорит пойдешь в храм чтобы службу всю стояла до конца пока батюшка не благословит крестом и вот она мне я и за это благодарна и вот еще хочу что сказать когда я начала ходить конечно мне лукавые козни очень большие ставил мне было тяжело не было плохо то спина заболит то ноги и мысли уйду уйду все ну я понимал это я уже потом начала понимать то это меня выгоняет из храма чтобы это и ну было такое что не было сил и желание уйти только вот сейчас уйду все не буду я стоять уйду а с другой стороны мы значит слова бабушки стой до конца и вот строго строго да была бабушка ну вообще то да но она так она не говорила что вот надо ходить в храм надо читать ничего такого она не говорила но вот помню что она великий пост соблюдала потому что как-то пришла к ней и ее дочь пришла и говорит вот у бабки целый холодильник еды а она сидит на каше манной вот это я запомнила ну я по молодости как-то в это я и не вникала ну вот это мне почему-то вспомнилось когда я вот начала ходить в церковь потом вот когда сама стала соблюдать посты вот эти мне и это да поначалу конечно мне было очень тяжело в храм ходить ну ходила с божьей помощью господу было видать угодно меня испытать и потом я встретилась в храме с одним человеком и через него получила книгу к истинному православию Игнать Тихоновича а вот вы хотя бы еще до этого до этого я хочу а в храм ходили потому что ну чтобы бабушке приятно сделать или вот смысл не то что бабушке приятно я в храм начала ходить потому что мне мама снилась и вот бабушка мама не снилась да да и вот ставила свечки то есть не о грехе ни о покаянии ни о чем вот это не нет нет пока у меня такого не было ни о грехе ни о покаянии такого не я ходила чтобы вот как бабушка сказала ходи свечки ставь ходила в церкви разговаривала знакомых встретишь служба идет я стою разговариваю вот давно не виделись и вот стоишь и разговариваю такое бабушки да да ну то что вот иди ставь свечки и стой в храме все я ничего не понимала что там говорят что поет служба прошла все ну и ходила конечно работала же я ходила редко потом потом уже как-то почаще ну в общем переосмысление моей жизни я получила через книгу к истинному православию вам ее подарили или просто дали почитать дали почитать мне дали почитать а в каком городе вы жили я здесь вот житогора казахстане в общем дали мне эту почитать и у меня там столько такого интересного материала я стала записывать себе в тетрадку и да вот эту вот книгу старой редакции сейчас же новая еще там цветные фотографии и вот стала себе записывать и натолкнулась на такую строчку что Господь прощает при крещении в полное погружение Господь это прощает все грехи и вот вот эта строчка меня заставила призадуматься потом я переспросила правда что ну если я приму крещение правильное крещение в полное погружение господь мне простит все грехи которые это мне было уже 49 лет когда книгу я эту вот да мне дали эту книгу было 49 а начинала я ходить в 36 лет вот ничего себе да вы каждое воскресенье да ходили нет не каждое ну уже ну по поначалу не каждая ничего я не соблюдала ни посты у меня день рождения великий пост а у меня пир горой вот ничего не заблюдал ну как то вот потихоньку потихоньку и господь сделал так что начало и посты соблюдать и в храм ходить можно сказать что по молитвам бабушки вот господь вас вел хранил то есть у вас как таковой тяги тяги не было каких то вопросов может быть вот о смысле жизни о чем то да можно сказать я даже и и не понимала что вот я живешь грешишь у меня таких и мыслей не было что я там грешу такого вот ну не было такого человека чтобы ну на духовную тему поговорить а потом уже у меня как то соседка еще до этой книги к истинному православию соседка говорит пойдем в храм я говорю будет праздник и ну я говорю что мы там будем долго стоять она говорит ну часа три-четыре стоять ой нет я не выстою так долго стоять нет я не пойду и вот она мне сколько приглашала я не ходила а вот жизнь заставила стала ходить ну вот 49 лет вы решили покреститься да да ну потом в общем мне дали год на подготовку а кто дал вам год Игнать Тихонович а как вы на него вышли ну я с ним не разговаривала этот Алексей который там с Игнать Тихоновичем был в общении он мне дал эту книгу и говорит и в общем поедешь по кресту как вы связь держали это какой был год а 2006 да да вот книгу мне дали в 2006 а в 2006 интернета у вас тогда не было не было у меня интернета даже когда первый раз я приехала к Игнать Тихоновичу не снимали ролики ну да там был батюшка Иоанн вот он как-то у него была камера ну он там снимал для себя вот а у вас большая семья муж дети ну сейчас мужа нету муж умер вот а муж умер после крещения уже в общем муж умер в 2008 после крещения и вот Игнать Тихонович когда я покрестилась в 2007 и он сказал пророческие такие слова говорит а ты замуж не собираешься я говорю да нет не собираюсь замуж ну потому что когда в писании читаешь если это то если ты остаешься одна то ты свободно выйти замуж а пока муж есть хотя бы хотя и вы в разводе ты не имеешь права права по закону выходить замуж муж не верующий да был да и я как-то этому не придала значения ну сказал сказал и она у меня из головы вылетела мне даже и забыла эти слова а когда на следующий год муж умер тогда я вспомнила Игнать Тихоновича слова что вышли замуж я нет не вышла ну у вас сколько детей двое двое да да они за вами пошли или нет ну можно сказать полуверующие да да тоже не крещеный ну крещеный как как и я была моченый моченый да неполный погружение в общем вы приехали а как вы приехали как вас вызвали вот мне интересно тогда уже не было такой связи письма писали или как это было на крещение вы приехали ну вот на крещение потом Алексей с Игнать Тихоновичем разговаривал я не разговаривала он договорился с Татьяной Кузьминичной вот я на работе взяла отпуск еще с собой взяла внука внуку было четыре ну несколько месяцев четыре года несколько месяцев поехали мы ну Алексей мне как говорил что еще там собирались не я я одна не поеду но в оконцовке получилось так что я одна осталась одна и как то все вот так вот ну по молитвам молитвенной поддержки Игнать Тихонович и братья и сестры молились чтоб все благополучно и как то у меня ни волнений ну не было такого чтобы ну считай я еду вообще людей никого не знаю и тем более в Барнаул ангел-хранитель да в лице этого Алексея был вот и ехала а потом а потом уже когда ночью где-то час ночи или два мы в Барнаул стали подъезжать и что-то мне так страшно думаю а как я же вообще в глаза никого не видела еду никого ну даже я сама лично не разговаривала ни с кем Алексеев это разговаривал это ну ну ничего господь так все устроил все устроил вот долго было долго в потерявке прожили нет я сколько мы три недели даже не три недели даже не три меньше потому что у меня отпуск считай дорога туда-сюда наверное неделю муж недели две вот так вот муж чуть больше муж вас отпустил да нет мой муж я с ним была в разводе а все понятно да вот ну конечно до до крещения вот когда мне сказали подготовиться я начала купила библию и стала читать священное писание ну и конечно меня я там вообще ничего не понимала ничего а толкования не было нет толкования ничего не было вот открою оно все какая кажется каша все закрыто ничего не понимала читала и то то читаю то не читаю и такого и желания ну можно сказать не читала она у меня там на столе лежала ну главное что я ее купила вот но после крещения конечно я уже а вот до до крещения вот в 2006 году когда сказали читать библию читала а потом уже после крещения уже осознанно стала читать священное писание и вот хочу сказать что когда читала то господь стал заговорил со мной через священное писание то есть дух разумения да да и вот это вот переосмысление своей жизни я уже начала задумываться о своей жизни то есть таких грехов то у вас не было там перед крещением в которых там ой нет грехов у меня знаешь ну как смертных грехов рюкзак такой был у меня тяжелый что очень много нагрешила конечно и ну потому что когда не осознаешь то и не думаешь что это грех а когда уже начинаешь священное писание когда тебя обличает когда читаешь то вот все что читаешь вот это это мне относится это мне это я это я вот грех стал крайне грешен да когда появился закон а платок когда надели ну после после крещения когда я уже приехала вы работали где-то на высокооплачиваемые да я работала в народном банке здесь приехала сказала что буду ходить в платке конечно меня начальник мой отговаривала я написала заявление месяц отработала и стала искать работу ну господь дал мне хорошую работу а почему вы решили уволиться потому что у нас по форме по форме не положено водить в платке то есть вам вам поставили условия да либо платок либо работа да ну я уже была конечно уже уже не тот ну я же говорю что жизнь свою я стала пересматривать ну то есть после крещения рождение свыше у вас произошло ну пожалуй игнать тихоныч пока пока наверное нет именно что сразу после крещения это это чуть попозже вот когда господь заговорил со мной через священное писание вот я думаю наверное в этот момент библия все таки да в этот момент со мной произошло вот это вот рождение свыше вот даже первый раз это было 6 января 2013 года через пророка Исаию я уже наверное на третий раз стала читать священное писание вы его без толкования так и читали да у меня толкование появилось только в каком году в 2007 я приехала не было ну вот как выпустили эти книги вот тогда я их и приобрела толкование вот 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 хочу момент такой у меня был вот вот когда уже в садике я работала ну на работе всякие испытания искушения и придешь с работы и сразу открываешь священное писание почитаешь успокоишься как-то господь силы даст и один раз была такая ситуация ну все думаю подам заявление уйду из садика да уйду нет у меня сил уже решила и вот пришла с работы открываю и вот просто открыла и на открылось место экклесиаз 10 глава 4 стих и там написано даже я записала если гнев начальника вспыхнул на тебя не оставляй своего места это вот как раз это ко мне а я перед этим думаю все утром приду напишу заявление и уйду просто вот на все глаза закрыла все уйду у меня только эта мысль уйду и все а когда прочитала думаю надо же это же господь мне сказал что сиди сиди сила ваша сидеть спокойно да сила наша сидеть спокойно и у меня были ну такие моменты что вот читаешь и господь я не могу сам мне говорить ну вот мешают ничего страшного а в садике вы кем работали ну сначала меня приняли как с испытательным сроком дворником я зарплата резко отличалась а зарплата резко отличалась ой конечно там я наверное первую зарплату получила в 10 раз меньше да ну конечно вот после крещения у меня были испытания и на работе и дома и в церкви испытания большие были но господь вот написано в писании что царство божие внутри вас и вот в эти моменты у меня было вот действительно царство божие господь дал мне такой покой тишину и утешение утешение вот как вспоминаю такой момент что да это только с божьей помощью потому что иной раз придешь это что-то было вы же была были одна у вас не было общения с верующими да то есть совсем одна общалась я с верующими общались с верующими в своем храме ну вот да в храме по работе вообще я когда стала ходить в храм я я скрывала скрывала что я хожу в храм крестик я носила вот здесь привязывала сшитывала да чтобы не видеть у меня что на шее вот так что то есть получается вы покрестились приехали и через сколько вы сменили работу через месяц через месяц то есть и все потом все время вы работали в детском саду сначала сначала дворником потом да потом да вот я не сказала потом меня перевели нянечкой нянечка я немножко поработала потом меня заведующая вызвала и говорит вот хочу в штат внести единицу завхоза и вот ну не дают в двери кто-то стучит и эта соседка пришла со списками ну смотрите если можно то сидите не открывайте сейчас все это долго там ей надо подписи собрать ну нет у вас дома ну нету да это искушение мы когда с Виктором разговаривали тоже то одно то другое ну вон уже и телефоны звонят у меня тоже подкликает да сидишь одна да никто не звонит никто не стучит а сейчас если я открою там долго это будет не открываете продолжаем так а завхозом вы стали ну потом вот работала завхозом и вот что хочу сказать что а денег вам хватало? да хватало то есть 10 раз меньше в начале аванс давали зарплату давали ну где хватало где а когда их денег хватает да никогда их не хватает ну ничего слава богу я я не жалею я больше приобрела духовного больше так что это финансовый вопрос он такой что нету денег смотришь господь что-то и подаст смотришь там что-нибудь да где-то и что-то и появляется непонятно и помню еще когда то до уверования тоже были финансовые затруднения и накопились столько долгов вот написала себе в тетрадку вот думаю ну как когда я вот это все рассчитаюсь а когда я уверовала как они эти у меня долги погасились что-то как-то непонятно смотрю что да все у меня нормально уже там там вот как-то как вот это чудо вот действительно куда ездить за чудом где искать чудо когда со мной постоянно чудеса происходят не надо ничего искать вот они наяву и рассказывает что вы когда ну что вы благовествовали когда вернули да вот хочу отметить такой момент что меня господь мне дал такие благословенные года не дни не месяца а семь я в садике проработала семь с половиной лет вот эти это самое благоприятное время было в моей жизни когда была проповедь вот обильная проповедь я там всем вот хоть кому хоть одному но скажу о боге и книги я предлагала и рассказывала всем даже вот допустим когда за хозом работала в подвал там пойдем что-то по сантехнике сантехникам надо было разбираться и всем всем рассказывала вот не было такого дня чтобы я не никому не рассказывала кто слушал кто не слушал слава богу все посланник такой что я говорю посланник такой была вы была посланником да и вот когда сейчас уже на пенсии свою жизнь пересматриваешь и вот да вот эти именно когда я в садике работала вот это вот эти года самые благословенные в моей жизни садик садика вы на пенсию ушли да да ушла на пенсию но на пенсию ушли дома да уже ну сейчас сижу дома но сейчас вы у нас в чате тоже помощница такая молитвенница такая верная тогда такая постоянная и вот подкупает это ваше отношение ну может быть какие-то чудеса у вас происходили такие самые яркие вот если бы я чуть-чуть вспоминала а так сейчас вот это вот сейчас вспомнила чудо потом как-то я вот читала видишь сейчас я сразу не вспомню когда читала священное писание тоже записала у меня сейчас был такой момент сейчас я скажу это ваши конспекты по библии да это я все ну я записываю спасибо все записываю потому что у вас самообразование правильно никто вас не учил никто сами не занимался так получается ну никто чтобы ну у меня вот когда можно сказать когда произошла встреча с Игнатом Тихоновичем вот тогда я уже как-то начала и читать и как-то больше вникать себя а у вас книги его у вас его книги да да все книги все а как вы их выкупали ну по почте а когда когда к нему приезжала вот я Игната Тихоновича сколько четыре раза была ничего себе то есть и средств хватало да чтобы ну хватало как-то если Богу угодно пути если твои пути угодно Богу Господь все сделает чтобы так вот о чуде так что у меня тут записано вот вот когда это было 6 февраля 2013 года в 5 часов утра в среду когда я молилась потом начала читать как раз Еремию я читала 40 глава со 2 по 4 стих и так вот я освобождаю тебя сегодня от цепей которые на руках твоих вот я когда это прочитала строчку вот я действительно почувствовала что что-то какую-то вот легкость вот действительно как будто вот от меня ну цепи сняты были вот это вот чудо потом у меня ну я тут писала вот еще одно могу сказать 9 января это уже после крещения читала Исаю глава 48 из 6 по 11 стих ну этот там написано что ты не знала ни часа чтобы ты не сказала ну вот дословно Лена под рукой нету у тебя вот что прочитать так набери под рукой Исаю 48 глава 6 по 11 стих я что то не могу найти Исая 48 глава Исая 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 А, я думала, ты поисковик, Анна, поисковик сейчас. А, ну, давай мне сейчас это. Так, Исайя, ну, что ты будешь делать? Так, пророки Исайя, с 6-го. 48-я глава. А, 48-я. Так, 48-я. Ты слышал, посмотри на все это, и неужели вы не признаете этого? А ныне я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого. Оно произошло ныне, а не задолго и не за день. И ты не слыхал о том, чтобы ты не сказал. Вот, я знал это. Ты и не слыхал, и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто. Ибо я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева матернего ты прозван отступником. По 9-й? 11-й. По 11-й? Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но никак серебро, испытал тебя в горниле страдания. Ради себя, ради себя самого делаю это. Ибо какое было бы нарекание на имя моё, славы моей не дам иному. Да, и вот этот момент был такой вот, что я почувствовала, что это Господь именно мне говорит, что я тебя, вот ты не знала, не не думала, а я испытал тебя в горниле страданий твоих. И вот эти вот, вот такой момент я вот почувствовала, что это мне Господь говорит. И вот такие моменты я себе в тетрадку записываю. Такие откровения с Него. Да, вот что именно это меня касается. И это не то, что вот сейчас, допустим, я с тобой разговариваю, или вот просто вот читаешь и дальше пошёл. А именно вот такой момент, что именно вот чувствуешь, что это Господь тебе говорит. Ну вот кто испытал, он поймёт, что именно, что это Господь через Слово Божие говорит. Ну вот у вас вот жизнь до и после, она резко изменилась? Или всё-таки такая ровная была? Нет, резко изменилась. Этот момент, это крещение было? Да, вот после крещения. После крещения. После крещения, да. И как Духа Святого, да, получили? А? Духа Святого получили и всё по-другому. Да, всё по-другому. Уже, ну конечно, работать над собой очень сложно. Хоть даже и после крещения, всё равно же ходишь на исповедь, исповедуешься. Человеку дано вот такое вот. Всё равно, ну не знаю, может есть люди, которые и не грешат после крещения. Но у меня вот такие. Но уже, вот читаешь в Писании, что рождённый от Бога не грешит, он не может грешить. И уже вот, когда знаешь, что такое, что Господь говорит, что раз ты рождён от Бога, ты не можешь грешить. И наводит какой-то страх на тебя. Ты уже задумываешься. И уже не совершаешь осознанных поступков. Ты уже не совершаешь. Ты уже думаешь. Ну, бывают, конечно, такие моменты, что сначала сделаешь, а потом думаешь. Разум. Дела опережают разум. Но в основном... Сейчас вы Библию часто читаете? Да. Каждый день читаю. Вот и на занятия выхожу. Читаю. А насчёт того, что вы одна, мы говорили, что в храме вы с верующими общались, но они... Как они реагировали? Нет, ну... Когда после крещения я, конечно, начала делать замечания, что надо молчать. Ну, сама понимаю, что когда я начинала ходить, я точно так же... Служба идёт, допустим. Стоишь, разговариваешь. Стоишь, ну, разговариваешь. Встретишь ту знакомую. И вот, как обычно у нас делается. Сама такая была. А потом, вот, когда покрестилась, что надо молчать, стала делать замечания. Мне в ответ делались замечания. Ну, какие-то встречи неожиданные или какие-то, как, подарки свыше. Такое вот было. Ну, что-то такое невероятное. Сейчас сразу и не вспомнишь. Всё хорошо, да? Вот так вот всё хорошо, ровно. Всё под благодатью. Ну, я бы не сказала, жизнь есть жизнь, всё гладко не бывает. То с детьми, то с внуками. Всяких искушений хватает. Но, слава Богу, что Господь нашёл меня. И без Бога жить страшно. Всё равно Господь слышит молитвы, исполняет. А если не исполняет, значит, Богу это и не угодно. А потом вот проходит время, и действительно, слава Богу, что просил, и Господь не исполнил. А именно тогда Господь исполнил молитву, когда именно человека этого уже подготовил, чтобы он осознал. А мы как хотим? Вот молишься, молишься, не получается. А этот человек, за кого ты молишься, он ещё не созрел. Поэтому Господь-то видит, когда человеку дать, когда уже он созреет и будет исполнять. Забудет воля твоя. Я же тоже так вот начинала, ничего не исполняла. И помню, прочитала к истинному православию, где Игнать Тихонович пишет, что там 759, что ли, правил, из них 613 не соблюдается. Я ещё думаю, как это в церкви что-то может быть неправильно. Я не могла поверить, ну как, церковь это святое место, и что-то там совершается неправильно. Я вот это никак не могла поверить, что в церкви что-то неправильно делается. Там 54, по-моему, более 54, ну более 50% правил нарушаются, если не ошибаюсь, 413 исполняют. Или 400, или 700 с чем-то там. Я точно не помню, но факт то, что не соблюдается, и я в это не верила. Ну не могла поверить, как это пришла в церковь, такое святое место, и там что-то неправильно. Сейчас вы совсем согласны, что Игнать Тихонович говорит про иконы, про мощи, про монашество? Или всё-таки есть какие-то моменты, с которыми вы не согласны? Ну конкретно с чем я не согласна? Ну вот то, что я назвала. С иконами. Ну поклонение иконам, всякие казаны. Ну мы-то иконам-то не поклоняемся, мы почитаем иконы. А если мы почитаем, в первую очередь молитва идёт к Иисусу Христу, Богородицу. Мы почитаем, преклоняемся, просим её. Богородица и все святые заходотаи перед Господом. И мы, значит, почитаем её и просим, чтобы она походотайствовала перед нами, Иисусу Христу. А так, чтобы, допустим, вот раньше тоже такой момент, придёшь в церковь и ходишь по всем иконам. Это у меня тоже был. Вот. А я смотрю, бабушки там ходят. И я хожу. Вы свечи не покупаете? Сейчас нет. Раньше покупала. А перестала покупать, потому что прочитала, что чистому ставится чистое. Различайте чистое. Святое от... Как там написано? Чистое от нечистое. От нечистого. Сейчас не покупаю. Свечи не ставлю. И не покупаю. Десятину платите? Да. Батюшке, да, своему? То есть вы с ним договорились, а он всё принял? Да. Тоже хорошо. Не каждый батюшка. То есть вы в церкви ни за что не платите, да, вот как? Нет. Нет, я ложу на пожертвования тоже. По возможности. Ну вот получаю пенсию и у меня уже распределяю. В первую очередь надо Господу отдать, а потом уже себе на нужды. Но Господь не оставляет, так что... Вы всё на себе проверили. Всю силу десятины. Ну, благодарю вас за беседу. Мы с вами почти 50 минут так хорошо пообщались. Я думаю, что будет это назидательно. Ну и благослови вас Господь. Сейчас скоро вечерняя молитва будет. У нас снова Валентина на посту. Да. Помощница. Ну, с Богом. С Богом. Храни Господь. Храни Господь и Матерь Божия. Убийца. Ну, скажи... С Богом. Убийца. Убийца.